Русские православные церкви Русские православные церкви Русские православные церкви Вот в эту громадную область. Сибирское ханство существовало до этого. Оно так же, как и все ханства после развала Золотой Орды, образовалось в те же времена, в середине 15 века. И образовалось оно, его центр находился отнюдь не в Искере, в Кашлуке, который там захватывал Ермак, а это была старинная, древняя Тюмень, называлась она тогда Чингитура. И вот там находился ханский трон. Это тоже название условное, потому что какой там трон у степняков, какая-то переносимая табуретка. Это скорее всего, наверное, обусловлено было тем, что там были самые основные охотники. Там стекалось все, и сачка, и подать туда. Ну, меха, больше ничего, меха. Вот Чингитура, и там были несколько первых таких ханов. Согласно классической версии, на рубеже 15-16 веков, там произошла смена династий. Дело в том, что правило там династия чингизидов-Шейбаниды, и их сместили с трона, это классическая версия, повторяю, местные татарские мурзы. Да, да, да. Нужно упомянуть, что, конечно, архивов не сохранилось. Это предание. Ну, почему, батюшка? Там про тайбугинов известно абсолютно точно. Почему? Потому что в середине 16 века именно вот эти тайбугины под угрозой войны, опять же, с шейбанидами, они обратились в подданство к Ивану Грозному. Ну, из подданства к Руси. Ну, да, заинтересованы были угрозы. То есть в 1553 году вот эти вот тайбугины, а их столица была в Искере, в Кашлыке, ну, обязались платить дань Руси там какую-то, выход какой-то, ну, потому что чувствовали, что подходит угроза. Ну, угроза действительно подошла. И вот этот вот хан Кучум, по одной классической версии, это был воспитанник степей, этих самых Ногайских орд. То есть, ну, Ногай... Ну, тут нужно заметить, что действительно, вот, допустим, Новосибирская область, это пограничие между лесами и степями. А если мы возьмем Тобольск, то там сплошные были леса. Там тайга, леса. Это было совершенно два разных хана. Послушать немножко, вам тоже будет интересно. Я буквально постараюсь прям сокращенно пробежаться. Чем больше, тем лучше. По одной классической версии, Кучум был воспитанник Ногайских мурс, а Ногая, как известно, чингизидов не имели, и они брали себе на воспитание чингизидов. И потом направляли их в своих интересах на различные завоевания. Вот это одна из классических версий. А вторая, тоже версия, недавно возникшая у историков и довольно доказуемая, что он был сыном Бухарского эмира, но тоже династией Шейбонидов, Кучум. Ну, то есть, так или иначе, это был очень высокопоставленный чингизид, и он своим захватом решил положение вот этих вот тайбугинов. Он их просто вырезал. Там был тайбугин, были хан Едигей и брат Бекбулат. Вот они как бы вдвоем. Но Кучум их захватил и уничтожил физически их обоих. Значит, и с этого момента, с 1555-17 года, не помню уже, немножко извините, началось правление Кучума. Это был очень такой деятельный человек. Он молодой был, у него было много ноги. Сильный правитель, он поставил очень много укреплений. Есть даже такие слухи, что он при нем, когда он был маленький, был кто-то, то ли грек, то ли перст, который обучал его в рамоте еще. Я почему обращаю внимание, говорю классическая версия и другие версии. Классическая версия, автор классической вот такой вот версии, это советский историк, великолепный историк Скрынников. На основе его исследований, кстати, поставлен фильм, знаменитый фильм «Ермак». Я вот считаю, это один из лучших исторических событий. И вот именно вот вся вот эта вот методика подхода к судьбе Ермака, это именно от профессора Скрынникова идет. Это считается классическая версия. Но сейчас хочу просто обратить внимание, сибирские ученые, сибирских университетов, Сибирь, честно говоря, мало кому нужна в центральной истории. Между прочим, это и с церковной точки зрения так же было всегда. Удивительно. Но вот Тюменский историк... Тюменский историк Алексей Конев, Курганский историк Денис Маслуженко, я перечисляю, чтобы люди могли проследить в интернете, пожалуйста, все. Новосибирские и Омские, я не пойму, то ли Новосибирские, то ли Омские, этнографы, ученые, это чета супругов Селезневых, то есть великолепные работы по исламу в Сибири. То есть вот эти вот историки, они поднимают очень много таких архивных документов именно со Средней Азии, с Бухаржи там и так далее, и так далее. И обращаются к археологическим раскопкам, то есть это уже совершенно новое слово. И поэтому там есть небольшое отклонение, уходят они немного от классической вот этой версии, и говорят, что вот этот центр Тюмень, вот этот Чингитура, он был всегда. Он был под династией Шейбонидов всегда. То есть Тайбугины правили только вот в этой, в Тобольской области, как мы ее сегодня назовем. И эта вот область, она и называлась Сибирью. Вот этот, и центр ее был там Кашлык или Искер. Это два названия одного укрепления. Который потом все-таки Кучум захватил, подчинил себе. Вот так примерно. А не то, что Тайбугины правили вообще всей Сибирью. Ну, это, в принципе, хорошее дополнение. Оно позволяет рассматривать все эти взгляды более широко. Значит, естественно, вот этот приход Ермака, это освещено во многих источниках. Я еще, опять же, рекомендую вот этого профессора Скрынникова. И фильм великолепно поставлен. Значит, ну, может даже и мы не будем на вот этом Ермаковском походе останавливаться. Я даже не знаю. Нет, если есть какие-то интересные факты. Да, дело в том, что, конечно, это очень общедоступная и такая, ну, очень проработанная. Проработанная, да, нельзя. Поэтому, если есть какие-то интересные факты, это все равно будет интересно. Ну, а полностью перерассказ? Полностью перерассказ смысла нет. Мне интересно, вот многие религиозные деятели говорят о том, что со Ермаком пришли там, как бы, какие-то священники. Конечно, беглые. Для просвещения местных народов. Да. Тут, если буквально тоже пару слов сказать. Есть что-то такое. Да. Беглых попов было очень много. Причем, церковь всегда славилась тем, что то сначала их проклинала, то благословляла. Это постоянно менялось в течение времени. Так как и древних митрополитов, патриархов, так и в сегодняшние дни все это продолжается. И поэтому с Ермаком были нечто подобное. Помните, вот Робин Гуд, там был малый штук поп такой у них, там свой пастор. Здесь то же самое. Было много беглых попов, которые из монастырей, да, из епархий убегали, разочаровавшись в каких-то вопросах веры. А иногда просто ради денег. Ну, разное. Присоединиться к ватаге казаков и пойти за зипунами, по-моему, было. Да, абсолютно верно. Причем они имели вплоть до того даже переносные храмы. Нельзя забывать о том, что во времена Ивана Грозного было очень много безместных попов. Они имели антиминс или еще что-то, приходили и служили у бояр на домах, в домовых храмах. И эта традиция осталась точно таким же образом, и многие из духовенства, которые могли быть подвергнуты каким-то там прещениям и прочее, все остальное. Даже были такие, которые женились второй раз после смерти супруги, они уже не могли служить. Вот они присоединялись к ватагам таким, и копать не умею, просить стыжусь. И они, в общем, вот таким ратным делом и священческим служением вместе с этими казаками. Ну, они были неправославными. Да, были перехожими. Даже, вот еще нужно одну вещь упомянуть. Казак это в первую очередь землепаршиц. То есть, это не просто охотник и там перекати поле. Казаки старались везде, где они осваивали новые земли, делать станицы. То есть, вот что такое казачья станица? Везде, хоть это было на Кубани, хоть это было там на границе с Чечней, с Дагестаном, хоть это было на границах с Золотой Ордой, не сразу. Вначале приходили охотники, там вот воины. Но жены, дети, когда появлялись, их же надо было кормить. Это первое. Во-вторых, надо было им организовать быт. Потому что одно дело, сто мужиков, которые утром схватились шашки на голову и полетели в атаку на татар. Другое дело, когда это бабы, дети, бабушки, дедушки, обозы. И это все надо, извините меня, учить, кормить, поить, содержать. И естественно, что и священство, и духовенство, и очень востребованы были всякие рода знахари и врачи, которые обязательно с казаками ехали. Очень были востребованы простейшие чтецы, декана какие-нибудь, песцы, которые могли написать письмо, если надо было царю написать или кому-нибудь там решать какие-то вопросы. Или вести переговоры с местными инородцами, как тогда называлось. То есть, допустим, какие-то народности, которые обитали в этих землях. Между прочим, к ним часто очень благосклонно относились. И они даже рады были, потому что избавлялись от кучумовского владычества. И были многие, были рады, ну да, такому более цивилизованному грабежу, будем говорить, чем процветал в то время у Кучума. И поэтому, естественно, там было и духовенство. Конечно. Ну, да. Кстати, фильмы очень хорошо показаны, помните? Если вы смотрели, играл наш знаменитый актер Вильяминов. Этого священника, который был с Ермаком. Блестящая роль, блестящий фильм. Значит, ну, может быть, даже пару слов все-таки скажу о том, что не всегда слышно и, может быть, не услышите нигде. Дело в том, что легенд-то много вокруг Ермаковской. Это самая похода. Или это писемало. Да, это легенда, то, что там Иван Кольцо был посыльным от Ермака, который бросил Сибирь в ноги Ивана Грозного. Помните? Да, да, да. Ну, на самом деле, Иван Кольцо – это очень легендарная личность. Легендарный персонаж. Персонаж очень легендарный, да. Вошедший там во всякие былины и рассказы. Где Робин Гуды, там обязательно легенды. Посланником Ермака был Черкас Александров, такой атаман Черкас Александров. Значит, был у него еще знаменитый атаман Матвей Мещеряк, Никита Пан. То есть, это люди были довольно сильные и известные. Кстати, вот вы сейчас упомянули вот эти удивительные исторические имена, личности, персонажи. Кстати, митрополит Киприан, первый приехавший, он заставил, во-первых, он беседовал специально с теми, кто был с Ермаком, с его соратниками. И составил первый синодик, в котором молились за погибших казаков. Кстати, Матвей Мещеряк и был. Там есть и поп, который тоже там был какой-то, оказался из новгородской губернии, из какого-то даже монастыря там новгородского, чуть ли не из Софийского храма. И был тоже вписан в эти все налики. Согласен. Значит, в 1587 году, это через пять лет практически после покорения Ермаковского покорения, был образован центр Сибири. То есть, там туда стеклись все административные ресурсы, скажем так, для управления всей другой территории. Тобольск. Тобольск, да. И там же образовалась первая епархия. Там был первый сибирский епископ. Епископ был, да? Тогда Киприан был. В каком году его назначили? Значит, по сути дела, духовенство было изначально. То есть, никогда в России епископы первые не приходили на кафедры. Обычно это были игумены разные, обычно это были архимандриты, да, настоятели монастырей, монахи, которые получали благословение и действовали на данных территориях при полном отсутствии храмов. Когда храмов были там один-два или вообще их еще не было, но уже проводились службы и так далее, крестились, отпевались, потому что православная такая жизнь, она была неразрывно с этим связана. Невозможно было так, чтобы уж совсем некому было даже и послужить и помолиться. Поэтому, хотя мы имеем большой разрыв по времени в исторических событиях, Сибирь далеко, а Москва пока расчухается, у нее всегда было, знаете, уже вот приглашение на крестины, если то приезжали обычно к отпеванию. Вот это уже, это всегда такая была давняя традиция и Сибирь всегда была на последнем месте. Вы правильно заметили, что особо никто не родил ею, и даже в свое время, как вот мы будем с вами еще говорить о присоединении Украины, никому она не нужна была, не хотели ее особо с ней связываться, московские цари, потому что представляли себе, что такое хохлядские раздоры, бесконечное предательство, мазепы и еще неизвестно чего. Это было всегда. Это вот начиная от Галичины и все. Так же и Сибирь. Они прекрасно представляли себе, что такое огромное количество новых народов, территорий, за которые придется, ну, как говорится, бороться. Придется приложить много усилий в этом направлении. Маленько я бы не согласился даже. Может быть, какие-то вполне возможно. Я бы вот по нашей, помните, теме, как мы говорили про Бориса Годунова. Дело в том, что вот как раз правление Бориса Годунова и Федора, их потом Бориса Годунова, вот Сибири уделялось колоссальнейшее внимание. Посмотрите. Годунов это первый. Мы с вами говорили и про его университет, и про телескоп, в который он залазил на башенку посмотреть. Это 20 лет до Смуты в Сибири удивлялось колоссальное внимание. Годунов, Годунов исключение. Годунов исключение. А потом в Смутное время действительно все было заброшено. Да. И не только, и потом, даже позже, и после этого тоже было все довольно-таки в плачевном состоянии, после окончания Смутного времени. Вот действительно, если мы возьмем кого из русских царей, кому не безразлично было правительство, это Борис Годунов. Да, у него, видимо, вот его масштаб характера, его масштаб, его мысли охватывал эту территорию, и он это, ну, по-своему понимал бы. По крайней мере, Западная Сибирь была именно при нем, прямо вот взята под контроль. Романовы очень туго въехали в эту всю систему, и много очень даже неразумных вещей причинили здесь. А Годунов, да, Годунов был действительно таким... Основание нескольких городов, и Сургут, и Березов, и тот же самый Итабольск. У нас даже было куда-то меньше, меньше кого потом ссылать. Ну да, да. Борис Годунов был. То есть, и обратите внимание, север Западной Руси, Западной Сибири, север. Опять же, мы вернемся, я вам объясню, в чем причина. Это огромное количество Соболя, Соболь, Песец, Норка. Благодаря подарку Ермака, русская казна увеличилась на две трети. То есть, если у Ивана Грослова было, допустим, там 5 миллионов золотых рублей казна в год, то стало 15, благодаря торговле, рухлядью сибирской, как называли, или называли сибирским золотом, в общем, мехами пушнины. Ну что ж, давайте мы тогда посмотрим с вами, что же касается церковной линии в сибирской истории. Дело в том, что сразу же после вот здесь Ермаком, и после Ермака, естественно, было много духовенства, монашества, которое здесь за казаками следовало и в православной казачьей жизни принимало глубокое участие. Но потихонечку, когда появились вот эти уже Тобольск и центры торговли Тобольской, и появился первый храм в городе Тобольске, зародилась мысль о том, что нужен сибирский епископ, который бы не ездил из Москвы, а там в Тобольске и управление свое существовало. И вот тут упала такая честь на святителя Киприана. Это был происхождением из старой русских человек, который был в Спасохутинском монастыре архимандритом. Отметился тем, что при митрополите Исидоре Новгородском ездил в Швецию. Вы помните, когда при Шуйском был заключен договор со шведами? Шведы особое участие приняли, ну это мы будем еще, я обязательно об этом скажу, в смутные времена, да. При Шуйском был заключен со шведами договор, то была такая идея на Новгородское царство отделить. И чтобы было в Новгородском царстве, был шведский королевич Филипп. Ну они практически это почти сделали. Они почти этого добились, да, с этим, с маршалом, как его, Гедеминов, Гедеминовичем. Долгардей. Да, 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 да. Который приезжал и, ну он оказал серьезную помощь, и потом даже, а в свое время, а потом и новое. Мы дойдем до смутного времени. Да, доберемся. И вот, значит, как раз в это время он ездил в Швецию, приглашал этого королевича Филиппа на царство. Новгородское. Но вместо благосклонности получил его, посадили в тюрьму и начали из него тайны, наверное, ядерной промышленности российской, выведывать будущее. Потому что был подвергнут даже пыткам и до избрания Романова, а вот будущий митрополит Киприан, да, вот в это время еще был архимандритом от Хутынского монастыря, ездил в Швецию с посольством. То есть он даже такой, как бы сказать, не просто сибирский архиерий, а дипломат, со Швецией поддерживавший дипломатические отношения. Он же поставил Филарет. Нет, нет, нет. В 613 году, когда его отпустили, после избрана Земского собора, когда избрали Михаила Федоровича, его отпустили. И в 14-м году он приехал в Москву, где перед царем держал ответ за вот эту поездку. То есть что там... Перед Михаилом. Да, 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 да. Ответ держал за то, что уже перед Романовым. Это уже перед Романовым, да, первым Романовым, за то, что он был в Швеции. Царь принял его очень благосклонно. Принял его в Москве. И он пробыл несколько лет там в одном из монастырей. А 8 сентября 1620 года, то есть уже прошло после подарения больше 40 лет царю Ивану Грозному, он был хиротонисан епископа Сибирского и Тобольского. Такое было первое звание. Это уже при Филарете. Да, это уже был в 20-м году. В 20-м. В 18-м году вернули Филарета из польского плена. Да, да, да. Это уже было при Филарете. Филарет ставил, конечно, уже. И он сразу же уделил... Да, ну, по сути дела, да. По сути дела, как бы перед светскими властями, перед Михаилом, а перед папанием его, Филаретом, уже держал отчет он уже в 20-м году. Ну, что, приезд его в Сибирь был весьма неожиданным. Почему? Потому что нравом он был жесткого, человек был очень грамотный, воспитанный в духовных школах Киева и Севера Руси и Новгорода, и к воровству он был очень строго в отношении. А воеводы, которые в то время безраздельно хапнули власть, а они цари-боги были местными, грабили они так, что темно было даже не тем, что полярная ночь, а от ихнего грабежа было темно просто. И люди, слезы, то есть они, простое население, простой люд, грабили до такой степени, что просто, как сообщают летописи предания, плач и стон стоял. И восприняли они Киприана, конечно, в штыки, потому что он... Воеводы. Да, воеводы. Потому что око государила, мало ли что он там напишет в Москву, да мало ли что он напишет царю. Они типа сами моего око государила. Да, 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 мало ли он там патриарху что напишет, а патриарх еще и отец царя. В общем, понятно было, что им не поздоровится. Но, будучи разумным человеком, чтобы его не убили, не отравили, они бы это сделали с легкостью, не отравили, не убили, он завел с воеводами дружбу. То есть он не стал их сразу нагибать, исправлять, потому что он понял, что он один на них... Было несколько, кстати, воевод, было разделено несколько уездов. Да, да. Их было несколько, и они могли собраться и что-нибудь ему там сделать. Ну, и на верцы, набежали на архиерейский двор и спалили вместе с этим, с епископом. Ну, а потом, пока в Москву дойдет, разберись, кто там горел, что там горело и что там жарилось. Он очень аккуратно и разумно поступил, он начал что делать? Он для того, чтобы быть не просто пришлым человеком, а занялся прямо казачьим бытом. Что он сделал? Он занялся сельским хозяйством, в прямом смысле этого слова. Конечно, там ничего толком не росло, но всякая брюква, ягода, еще кое-что вполне могло расти. И он прямо своим приказом основал две станицы казачьи. Прямо станицы, то есть устройство, и что так же, как в южных областях России. Что на Краснодаре, например, Ставрополье, точно так же было и в Тобольске. Если воеводам было плевать на казачий быт, то он приказал рубить специальные теплые избы. Он первый заинтересовался вопросом, что казаки не могут поститься нормально, потому что, если не есть рыбу в посту, можно в Сибири сдохнуть, потому что ничего не было. Это сейчас можно зайти в магазин, купить там какие-то фрукты, овощи, ничего этого не было. Причем даже за деньги некуда было пойти. Вот речка, вот лес, хочешь живи, хочешь умирай. И поэтому он приказал выращивать то, что здесь росло. Он добился у царя письменного разрешения на охотничьи рыбьи, ловные угодья для казаков. Он облегчил им пост, казакам, то есть как служащим, военнослужащим. Не заставляя их там изнемогать великими постами, ничего не есть и доводить себя там до полуморочного состояния. Он занялся обустройством при первой приходской школе, где обучали ребятишек. И также основал два монастыря в Туринске и в Таре, два мужской и женской монастыри. Исходатайствовал в 21-м году специальные земли, которые это все дело на стыри содержали. А также еще вот две станицы, которые я вам говорил, это Ость Каменская и Тавинская, Тавдинская станицы. То есть прямо как две деревушки, которые именно занимались, ну как сейчас Лимков говорит, фермерским хозяйством и сестерским хозяйством. Ну и, главное в том, что уже упомянули ислам, и он положил начало сибирской летописи. То есть ему прямо было интересно. Он встречался лично с казаками, выжившими после Ермака, оставшимися садатниками. К сожалению, атаманов уже не осталось, Матвеевич, я, кто погиб. Да, из тех, кто остались. Его воспоминания о походе Ермака сняли, видимо, другие религиозные, другие священники записали, и потом Киприан их уже обобщил в общее сказание. И он стал своим человеком. То есть он не просто как ревизор приехал, а он стал родным всем близким от святителя. Конечно, после того, как он поручил еще синодики, поминовение вот этих погибших казаков, он был вообще как родной отец. Ну, 15 января 1624 года его вызвали в Москву и поставили митрополитом Крутицким. То есть он настолько себя так хорошо зарекомендовал. Практически заместителем. Заместителем митрополита московского. Патриарх. Уже в то время были патриархи. Ну и в 1626 году был поставлен, до этого он все был епископом, митрополитом в Новгород, где и до 1926, до 1934 года он служил и погребен в Софийском соборе. Умер в 1634 году. Вот эти самые важные такие моменты его трудов, я сказал, он практически не занимался крещением татар, не занимался крещением местных народов. Ну, желающих он крестил, но никого такой особой миссионерской деятельности он не вел. Он считал своей задачей укоренение казаков. Их, ну, он, конечно, и этих никто не отказывал и народцам, и на верцам в обучении, но все-таки его задачей была, главное, вот, это быт, наладить быт казачий. Уехав в Москву, он, ну, как бы знал, что вместо него будет назначен Макарий, епископ Макарий. Он тогда еще не был тоже митрополитом, потом он уже стал митрополитом. И вот этот именно митрополит Макарий, он правил 10 лет, с 1925 по 1935 год в Тобольске, он как раз получил задание наладить судебную систему. Митрополит был всегда, сначала наместник монастырей, потом митрополит, ну, то есть епископ местный, кому приходили на суд. Не к воеводам приходили, да, не к воеводам, не к всяким там, по губернаторам в то время еще не было, потом, помните, Гагарин там, до этого еще времени не было, а вот к нему приходили на суд. И вот он очень такой властной рукой вытравил вот это воеводское взяточничество, потому что они поняли, воеводы, что государева рука потихонечку, хоть издалека, но приближается, и они не могли уже такой беспредел творить. То есть мы видим, что в Сибири духовенство сыграло очень положительную роль. Да, вот особенно на начальном этапе, пока оно не трогало и народцев, и вот эти местные народы, оно сыграло очень, ну, смотрите, система обучения. Монастыри, значит, обязательно письменность и библиотеки. Система здравоохранения, потому что монахи обычно обязательно кто-то владел этим навыком. Да, обязательно также судебная система, то есть порядок, не просто ты мне должен 3 рубля, я тебя за это убью, а это разбиралось уже на нормальных судебных основаниях, кто кому что должен, потому что люди есть люди, это постоянно кто-то чем-то недоволен, кто-то кому-то что-то должен. Потом дальше надзор над беспризорными боярами и воеводами, которые что хотели, делали. Естественно, очень много положительных моментов, которые с приездом епископов осуществлялись. Между прочим, это цари знали это, и они поэтому посылали обычно таких людей. Знаете, как делали? Вот кому-то неизвестный совершенно какой-то хутинский архмандрит. Вдруг раз царь его к себе приближает, и он становится вхож к государю, ест с ним за одним столом, его вдруг бац, и ставят епископом в Тобольск, то есть, чтобы это не был человек того митрополита, этого, или еще что-то, а совершенно новый человек, который всем обязан царю, и он ехал, естественно, он старался благодарность. Смотрите, какую карьеру делали через себя. Кстати, не последний Кипрян, который сделал карьеру потом высшую через себя. И потом он был за свои труды Крутицким и Коломенским. Как вот это территориальное расширение сыграло свою роль именно через духовенство. Смотрите, посылают туда, а потом он делает в центре карьеру духовенства. Да, еще вдобавок кадровая политика такая была, государственная кадровая политика. Я буду упоминать только вкратце самые-самые основные моменты, я не буду останавливаться на незначительных событиях. Все это есть в историографии. А вот некоторые моменты, которые меня особо очень затронули, я буду об этом говорить. Макарий еще очень интересный человек. Это был политик, который имел собственную точку зрения. Например, об этом очень мало говорят, но это очень значительная для России, я считаю, вещь. Он, не постеснявшись, на проповеди в 1630 году, по-моему, на пасхальной неделе после Пасхи, на проповеди обратился к словам Иоанна Златоуства. Златоуство говорится, что сейчас такое время пасхальное, и должны радоваться и богатые, и нищие, и цари, и убогие, и рабы, и свободные. И вот он поднял очень интересную тему. Будучи ревнителем благочестия и нравственности, он поднял одну тему, которая в это время для Руси была очень злободневна. Иван Грозный начал, потом Борис Годунов добавил, потом царь Федор еще больше закрепил, и Романовы, в конце концов, полностью закрепили крепостных крестьян. Это тема соборного уложения 1949 года. И эта тема, проблема, она особо касалась беглых казаков, которые бежали от этого крепостничества. Поскольку не секрет, что казачество – это самая свободолюбивая была часть населения. И на этом фоне очень сильно противопоставлялись христианские ценности, и вот эта торговля людьми. То есть, по сути дела, крепостничество, оно было для казаков очень болезненной, неприемлемой такой вот частью государственной власти в Российской империи. И как вы думаете, с чего начал мудрый Макарий? Он выступил против торговли с женщинами. Потому что торговля с женщинами была вообще кошмаром. Потому что если мужчины худо-бедно еще как бы брались для того, чтобы работать в огороде, работать в полях, пахать, то женщины брались в спальни в первую очередь. Бабы старые никому были не нужны, а молодые, что помоложе, они все были в полной, безраздельной хозяйской собственности. Если кто-то говорит, что на Востоке гаремы были, и женщины там бесправные и тому подобное, то нашу российскую кошмарную действительность об этом умалчивают. Но на самом деле, я вот читая именно этого Макария, вот епископа Макария Сибирского и Тобольского, приходишь к ужасу, когда продавалась отдельно жена, и отдельно продавался муж, и отдельно продавались дети. И эта жена становилась любовницей, имея венчанного мужа в православной стране, становилась любовницей какого-нибудь купившего ее дворянина или казачка какого-нибудь, да кого угодно, у кого деньги были. Рассказывается о том, что некоторые особо похотливые десятками собирали себе эти гаремы, где, если она вздумывала ему что-то отказать, или чего-то ее жутко били плетьми, и сбивали до полусмерти, а все остальные со страху, молча, и, как говорится, не открыли рта, ничего. Поэтому, а потом рассказывается, как эта градация проходила, значит, молодые дочки подрастали, их забирали в барские спальни, а старых на кухни отправляли, которые уже были ненужные, то есть такая была гаремная череда. Круговорот. И это достигло просто позорнейших форм, позорнейших форм крепостного права. То есть это скотского рабства, отношение такого, просто достигло невероятных масштабов. И вот он высказывает прямо такую очень мудрую мысль, что не может продаваться девушка какому-нибудь там сумасшедшему ради его грехов похотливому боярину, который будет неизвестно, что с ней делать. Не может продаваться жена от мужа венчанного и быть сорвана с земли. И, в общем, это в то время, я считаю, таких вот, знаете, светлых разумов, которые могли что-то поперек государственной власти сказать, как вот митрополит Филипп при Малюте-Малюте-Скурате, не такого, просто были единицы. И я считаю, что это была первая ласточка, такая уже серьезная, к будущему отмене крепостного права. Каким-то определенным, вы знаете, потом крепостное право, кстати, тоже трансформировалось. Вынуждено было. В Сибири крепостного права. Его не было. Да, его не было. И его нужно даже благодаря Макаре. Вот. Он высказывал, и самое, я только к этому хотел подвести, а вы уже предвосхитили мою мысль. И, значит, он объясняет, что это недопустимо, а в конце своей проповеди он закачивает, что новые земли сибирские не могут быть осквернены этими дурными обычаями. И, более того, он пишет, что должно сохранить уважение к обычаям и уставам этой земли. То есть, как вот здесь принято, не что доброе есть, не нарушать и не вводить вот эту торговлю женщинами или еще что-нибудь подобное. Так что он сыграл довольно очень серьезную роль. В этом, я думаю, может быть, его мысли тоже были услышаны. Ну, по крайней мере, какую-то историческую свою роль. Это царство Михаила Федоровича. Да, это царство Михаила Федоровича, да. Значит, следующий был митрополит Нектарий, 36-40-е годы, но он два года ехал, два года уезжал. Он тоже при Михаиле. Да, тоже при Михаиле. И он, по сути дела, единственное, чем он прославился, это то, что при нем было написано знаменитая Абалакская чудотворная икона Божьей Матери. Написано было непросто, а описание ее и шло из того, что какие страдания здесь переживали новые переселенцы, которые на этой территории вынуждены были осваивать эту территорию. И она была как молитвенница, ходатайца, покровительница вот этим первопроходцем здесь, на этой земле. А за ним был митрополит Симеон, 51-64 год. Это уже при Алексея Михайловича. Да, при Алексея Михайловича. Он очень прославился иконописью. То есть был иконописец и писал очень красивые, чудесные иконы. При нем... Это все Тобольский митрополит. Это все не митрополит, а епископы. Еще мы сейчас дойдем до этого момента. Значит, он, по сути дела, основал здесь Сибирскую иконописную школу. Очень многие, кто разбирается в этом вопросе, знают, что есть такое понятие, как сибирская икона. И вот именно от него пошли истоки. Он пригласил несколько иконописцев, которые стали украшать храмы. До этого, по сути дела, бывшие, ну, без благоукрашения. Потому что срубили сруб, поставили одну икону, престол, и все это больше ничего не было. Прекрасная экспозиция в нашем 1880-м году. Да, есть. Можно... Я только тут даже можно посмотреть, да. В шестом был Корнилий. В 64-68-е годы. Это... Какой год? В 64-68-й. Ну, это уже отмечения, отмечения Алексея Михайловича. Да, значит... Последние годы. Что... Очень примечательно. Сейчас идет 2018-й год, а в 1668-м году при вот этом епископе Корнилии поступило и с его ходатайством там и московским решением поступило решение об учреждении сибирской митрополии. До этого это были просто сибирские и тобольские епископы, а теперь получился митрополит Тобольский и всея Сибири. Титул новый получил Корнилий. Митрополит Тобольский и всея Сибири. То есть, ровно в этом году 350 лет со дня учреждения. Вот так. Да, мы с вами не зря попали в эту тему. Вот прямо... И причем это было 6 сентября. То есть, буквально вот... А наша митрополия празднует? Не знаю, празднует или нет. Не знает вообще. Да, да, вряд ли. Вряд ли, может и не знаю. Значит, 350 лет вот со дня основания сибирской митрополии. Митрополита сибирского и тобольского. Вот Корнилий был первым митрополитом сибирским и тобольским. Корнилий. Обращаю внимание... Епископом был первый Киприан, а митрополитом сибирским первым стал... Это уже после собора 1666 года, обратите внимание, где полностью утвердилось Нитониан. Да, да, старобрядцы сюда побежали, кстати. И старобрядцы сюда побежали, кстати. Это было... Кстати, вот это у его правления это было одним из самых сложных моментов, потому что многие более благочестивых придерживались, считали, что старобрядцы более благочестивые. И вся старобрядца. Да, да, да. За исключением официоза. И казаки, и все. Они вынуждены были как бы вроде подчиняться митрополиту московскому, прижимому, поднаставленному Москвой, а все равно поддерживали больше старобрядцев. Больше поддерживали старобрядцев. Ну, также интересно, он получил кучу привилегий с этим званием митрополита сибирского от Кобольского и всей Сибири. Он получил право служить в Сакосе. То есть это особое такое архиерейское патриаршее влачение. Потом он получил право благословения Дикирием и Трикирием, которые не было до этого. Это только митрополитчий всякий, ну, это принадлежности архиерейского облачения. Потом он получил право как патриарх въезжать на вербное воскресенье в Москву, этот, в Тобольск, на Осли. Да, и еще его этот Гагарин тогда уже был как раз этот... Не на Верблюде? Нет, на Осли. Гагарина еще не было. Матвей Гагарин при Петре Первом, он же его повесил потом. Ну да, он уже... Ну, значит, кто-то до него был, да, там, вот. Может, не один Гагарин был, бог не знает, там, да. Потому что я что-то где-то прочитал, что этот вел бодусцы осла. Ну, может быть, там... Потом, оказывается, не Гагарин, а какой-нибудь Григорий там, ну, я... Да. Вот. Значит, и после этого вот службы всего он тоже... Он был вызван в Москву и тоже стал... Поставили митрополитом в Ростов его. То есть кадровая политика и шла... Пошла карьера из Сибири. Кстати, так мы в Верхирии и говорят, лучше начинать карьеру в Сибири, а заканчивать в Москве. А не наоборот. А не наоборот. Значит, седьмым стал уже митрополит Тобольский в Сибири Павел. 1678-1992 год. 14 лет. Это довольно большой срок. Потому что вот мы сейчас с вами смотрели 3-4 года. 3-4 года. Префедор Алексеевич. Да, один только вот 10 лет правил. А здесь вот уже Префедор Алексеевич значит правил митрополит Павел. Чем он отметился? Чем он прославился особо? Это первый митрополит, который занялся здесь миссионерской деятельностью. До этого она была, конечно, но в очень скромных формах. Начал просвещать наших братьев. Да, начал просвещать наших братьев. Что он сделал? Он выписал из Киево-Печерского монастыря игумена Феодосия, который приехал сюда с 12 монахами. И отправил его вдоль как бы будущего сибирского вот этого великого тракта в Забайкалье аж на реку Селингум. Где там был основан монастырь. Ему было доложено, что вот там крещено... В общем, он крестил до 40 тысяч человек. Здесь... Условно. Условно. Да, конечно. Вот. Но его первое дело, это, понимаете, уже, значит, за Байкалье заглянули. Аж за Байкал была первая миссия христиан. Маленькое уточнение скажу для зрителей. Значит, народ Сибири при этом административно делился на две категории. Русское православное население, в том числе тех, которых крестили, и ясачное население, которые просто платили ясака, брок. Да, не будучи православными. С ними не ссорились. Были целый ряд законов, которые им позволяли, даже привилегии давали. То есть, чтобы их не ущемляли и никоим образом над ними не глумились. Они тоже могли обращаться в судебные органы. Да, между прочим, к тем же самым митрополитам. Значит, после него, буквально тоже тут несколько лет, а после него, значит, на несколько лет был митрополит Игнатий. 1697-701 год. Это уже Петр Первый при Петре Первом. И чем ознаменовался Игнатий, даже свое краткое правление, его главным трудом была первая миссия в Пекин. И первый храм, который православный был построен в Пекине. Чего удивительного, ведь когда шли наши завоевания казачьи, они все-таки столкнулись с китайцами. Да, да. И китайцы разгромили... В Дальнем Востоке. Они столкнулись, и вот это вот противостояние, оно так и до сих пор. Продолжается, да. Но они... Была первая такая, в общем, разгром Абалазина, города этого. Там такой был небольшой остров. И после этого разгрома некоторых увезли в Пекин, а они там вдобавок начали христианскую миссию, то есть построили первый храм. И получилось, что из скорби в радость. Из скорби в радость. Дальше примечательный факт. Да, настоящая примечательная деятельность. Дальше идут два святых святителя. Дмитрий Ростовский, который был назначен митрополитом сибирским, но он не поехал сюда. И числился год с 701 по 702 год митрополитом, но он не поехал, пожаловавшись на состояние здоровья, и его отправили в Ростов. В Ростов. Где он написал Читиминеи. Жития святых. Да, но сюда не приехал. Но год числился, числился митрополитом. Читиминеи это он? Да, 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 это он составил жития святых. Ну и конечно, десятый, это святитель Филофей. Он правил здесь почти 10 лет, 9 лет, и оказался очень деятельным чернигевским епископом. Он был архиепископом в Чернигове, а это из Хохлов, такой вот бодрый товарищ. И он, значит, здесь развернул бурную, бурную штуку деятельности. Да, везде они все похоже хватили, да. И вот он развернул здесь бурную, бурную деятельность. За 9 лет своего правления он построил 37 храмов, причем и на свои деньги, и на государственные, и на пожертвования, и все что угодно. Принуждал к крещению, то есть крестили всех практически. Уже насильно. Насильно крестили, да, не спрашивая их разрешения. Гнали старообрядцев, ловили везде по всем кустам, по всяким Алтаям и везде, где только можно было. Брал детей местных на обучение, то есть он брал ребятишек прямо из всяких иллиутов и прочих всех народностей, которые тут обитали. И брал их в Тобольск, где была такая школа греко-латинская, где ребятишек учили. Некоторые из них, кстати, потом тоже стали священниками и даже епископами. Но все это было довольно болезненно, потому что не всегда добровольно было. Не всегда было добровольно там за долги и что хочешь. Вот это как раз был Гагарин точно здесь уже, губернатор. И вот с губернатором это было у них два сапога пара. Они проводили политику Петра Первого довольно жесткую и не всегда очень, даже я бы сказал, не всегда разумную, потому что мы потом в конце еще пару слов об этом скажем. но так же он сделал два добрых дела. Его первая миссия на Камчатку была в 1705 году. Он отправил первых миссионеров на Камчадалом. И вторую вещь, что он очень хорошую сделал, это в 1706 году он сделал первого епископа в Иркутске. То есть кафедру в Иркутске, то есть уже с военнием пошло Дальнего Востока. Уже за Байкалье и Восточной Сибири. Ну и еще одна интересная его труд это миссия в Монголию. Все послали в Китай, а он послал Хаттубин, тогда называлось, по-моему, никаких Улан-Баторов еще не было. В Монголию целую миссию где тоже пытался как бы буддистов приводить к христианству. В 1709 году принял схему, а в 11-м году скончался в Тамборске. Мы все будем проходить. Да, мы буквально закончим и до упразднения Метрополии да, буквально чтобы к этой теме не возвращаться. А потом уже там когда дойдем до более поздних времен до Екатерины там и прочее самый момент когда был Дальний Восток мы еще затронем там несколько моментов там буквально немножко. Ну, значит 11-м был Иоанн Максимович я, видите я их даже не я только один боролся за права женщин другие основал миссию в Камчат Я вот хотел бы именно вот на такие моменты обратиться Все они выходцы из украинно-польско-литовских земель Вот это уже только вот эти которые были прямо при Петре Ну вот Иоанн Максимович архиепископ Черниговский Вот Значит 11-15 4 года всего здесь был но более всего всех усилий предложил отправлению священников в Китай крестил много китайцев Буквально после него 15-21 год ну что тут 6 лет Федор Лещинский поляк Я и говорил чтобы кого не возникли Да Значит он чем интересен Вот чем интересно Наши вот сидели в Тобольске и никто задницу не оторвал от горнего места А этот сразу из Тобольска да куда Да в Забайкалье Да на Малашадях на Телях Верхне Удинск Керчин Нерчинск Да Селингинск и так далее и тому подобное Он везде в этих городах построил храмы Сам лично объездил все А в 20-м году 1720 года это была первая вот эта такая серьезная толковая миссия в Китай была отправлена с переводом Священного Писания и так далее Вот Следующий Антоний Стаховский опять поляк 21-й Это очень долго 20 лет просидел здесь на архиерейском метрополе То же самое не только в Сибири творилось то же самое творилось и в Центральной Руси Значит в 27-м году посетил Ирпутскую епархию и везде назначил уже первых благочинных наместников монастырей которые в его отсутствии совершали уже суд и порядок даже за Байкалом даже уже в этих пределах за Байкалом Это выпускники Киево-Могилянской Академии Да все выпускники Киево-Могилянской Академии Значит всего один год был Арсений митрополит 1941-1942 год он был очень почитаем при Елизавете Петровне и ну как бы был по сути дела придворным духовником и был назначен сюда только был назначен митрополитом и вдруг решил выступить это уже при Екатерине в 1763 году против секуляризации церковных земель за это она его посадила в Ревеле в тюрьму и гражданским судом лишила его сана но это совершенно нонсенс да совершенный нонсенс примечательен факт что в 22-м году решением патриарха Тихона Белавина был он восстановлен там хотя этого тоже делать нельзя в общем это все такая вот историческая справка был восстановлен в Саане такая церковная бодья такая бодьяга церковная вот что сейчас на Украине то вот такое было и раньше ну в 16-м был Антоний Норожницкий второй 42-й 48-й год да 1742-й 48-й год потом Сильвестр Головацкий да 48-й 55-й год да как раз до смерти Елизаветы ну и 18-м был Павел второй правивший из 58-го по 68-й год это все митрополит Тобольский и все Сибири да примечательно то что именно при нем в 1768 году а это 250 лет назад точно митрополия была упразднена то есть 350 лет ее создание и 250 лет ее закрыло упразднение да да митрополия была упразднена и митрополит был отозван в Москву он был долгое время в Киево-Печерской Лавре где и похоронен сейчас а почему упразднена упразднили ее потому что разделили вот эту всю огромную в связи с чем в связи с тем что вот эту огромную территорию поделили на епархии то есть появились уже всякие к тому времени Барнаулы появились к тому времени Омский и все вот эти вот области получили каждый Словно Томск Иркутск да по-моему и Красноярск уже был тогда в то время и все вот эти Абакан все вот эти области они получили своих векарных епископов и они самостоятельно управляли уже маленькими своими не вот этой огромной территорией которая наверное была больше чем вся Европа да и управляли ею но уже своими небольшими территориями а сейчас это разделили еще в 60 раз и теперь в каждой деревне свой митрополит который там коров пасет и крестики набирает которые бабушка в воскресенье будут продавать вот такая есть сибирская история ну ладно это мы прошлись вот буквально по по Сибири именно создание метрополии ну очень интересно теперь буквально если вы сейчас еще что-то скажете у меня есть буквально два слова потом хорошо не я хотел если мы вперед ушли я хотел немножко нас вернуть все-таки мы будем продолжать наши беседы беседы и начинаем просмутное время да я сейчас тогда давайте я скажу что я хотел я хотел вывод из этого всего сделать значит с точки зрения судебной системы с точки зрения налоговой системы с точки зрения защиты от поборов всяких набейщиков кочевников и раздоров это было конечно огромный шаг вперед цивилизацию образованность медицина и прочее конечно пришло ну несравнимо с тем что было но с другой стороны были и минусы у этого всего огромный минус был слом петровскими митрополитами слом быта инородцев слом быта местных народностей которые здесь жили да то есть крещеный человек постановился изгоем он не мог вписаться в общество нет 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 именно крещеный человек если кто-то решил принять крещение да вот живет кто-то в юрте все кланяются тенгри молятся среди своих он становился изгон то есть если он попадал в какую-нибудь греко-латинскую академию это было одно он там мог карьеру сделать и все а простому человеку креститься было очень проблематично потому что для этого надо было совершенно изменить образ жизни посты начинать соблюдать другие совсем условия брака воспитания детей в общем православие оно требовало своих законов для этого делало очень многим ломало жизни и делало их несчастными потому что они не могли уже быть со своими поскольку жили по-другому но не могли вписаться к русским потому что были чурками и их естественно все равно всех гнали поэтому вот эта проблема как вот в Индии точно такая же проблема в Индии если кто-то принимает крещение он как бы из касты выпадает своей и все ему надо ждать кормить поить одевать его надо как-то жить ему нужно а его уже за своего не считают то есть ты там пошел иди туда к тем а тебе говорят а мы тебя что кормить будем мы тебя крестили дали тебе свет христовой веры и все а кушать ты это как-то там сам сам там иди собирайся покушать и поэтому вот эта двуличность такая приносила конечно огромные страдания таким вот мелким народностям дальше потом когда уже это обретет государственную инфраструктуру это будет проще каждому легче будет найти место в большом городе уж каждый мог выбрать себе все а вот на начальном этапе это принесло и просвещение и здравоохранение и науку все но с другой стороны оно принесло слом быта коренных народностей точно так же как в Америке американцы со своими методистами протестантами которые 20 миллионов индейцев просто убили слава богу наши тут не убивали никого не было вот такого планомерного геноцида местных народностей не было совершенно война была да была война но это было так кратковременно стычки а такого чтобы на протяжении 200 лет наши срезали скальпы и собирали и платили там за них по 10 рублей такого слава богу наша история минула но все-таки определенные страдания вот этому народу конечно как сначала татары а потом со своей ордой а потом и уже конечно наше духовенство принесло конечно свое вот я что я хотел сказать плохие и добрые стороны одухотворения сибири ну вы сказали такими общими да конечно сибирь очень многообразна очень много народов этносов и всяких и со всякими складывалось по-разному кто-то принимал русских как защитников да кто-то такие а кто-то наоборот с ними воевал и сопротивлялся и поэтому там по-разному все происходило многие были рады под руку белого царя попасть поскольку они получали защиту а многие конечно поначалу воспринимали это как очередного ханский ханский князек обратился вот именно под защиту допустим от тех же киргизов потому что одолевали то есть ханты очень довольно довольно мирно вступили под защиту русского царя так же как алтайцы а манси они как бы немножко повоевали пришлось их него князька уничтожить даже по-всякому происходило алтайцы да определенные народности алтая они приняли довольно мирно обратились в подданство а некоторые до сих пор до сих пор волками смотрят бывает ну вот а дальше мы вернемся к смутному времени да не то что к смутному времени я немножко мы закончили смертью хорошо что мы прошли царя Федора ну мы ничем не закончили мы скажем так закончили тем что Ермак пришел завоевал и образовалась Тобольская епископская столица Тобольска столица Сибири а кстати был титул такой митрополит царствующего града Тобольска и всея Сибири всея Сибири я еще хочу интересные данные сказать значит в это время ведомством по делам Сибири занимался посольский приказ потом позже во времена Бориса Годунова был образован другой приказ но он назывался не приказ а дворец Казанский дворец занимался с 1599 года вот всеми этими делами сибирскими сибирскими и в том числе и поволжскими и всеми татарскими башкирскими и так далее то есть он охватывал вот эту большую территорию вместе с Сибирью ну и потом так как это было уже очень значит проблематично стало и Сибирь надо было как-то уже от этих отделять уже начал и уже образовался в 1637 по моему году сибирский приказ который конкретно занимался делами Сибири вот под сибирским приказом находилось Тобольское вот это вот все управление и потом уже уезды такие-то 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 по городам Сибири вот это просто такая происходила история еще я бы хотел рассказать хоть немного о том что все-таки наковыряли накопали современные историки и очень здорово что они это накопали дело в том что очень продолжительное время существовала такая легенда о сибирской такой шамбале она называлась легенда о Мангазее так вот современная наука историческая археологи доказали что этот город существовал и интересно то что не просто этот город Мангазея существовал это было совершенно другое стратегическое видение Сибири я скажу буквально вот постараюсь объяснить смотрите Мангазея это территория а затем город а город этот основал опять же Борис Годунов который послал туда отряд стрельцов да 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 в 1599 году послал отряд стрельцов да да в самом конце почему потому что это была колоссально богатая территория по ней уже в те времена ходили не то что легенда а слухи златокипящая Мангазея так ее называли да в каждом ручье золото было не 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 золото это было верховье Аби в каждом ручье верховье Аби точнее не верховье низовье низовье да низовье ну где Тобольск да и там протоками и всякими соединениями енисейские протоки практически соединялись с Абскими ну вокруг Таймыра да не 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 посмотрите географию ну там есть речки озера там везде там чуть-чуть посоху надо упереть да можно было туда таскать волоком карага да не то что там совершенно практически ну русские волоком умели таскать можно можно особенно когда это летом то есть вот эта колоссальная Забайкальская территория и колоссальная Абская территория соединялась вот там а наши поморы северные освоили с севера они прошли через Ямал там получается Абская губа а здесь енисия между ними Таймыр и на Таймыре очень много рек и озер крупных таких больших и можно было прямо там наладить что сделали наши поморы туда проникли с севера они проникли и через Ямал тоже немного посоху проволоча свои вы понимаете что это было это был новый это был альтернатива шелковому пути то есть соединялась Средняя Азия соединялась Дальний Восток и все это по сути дела эту идею сейчас возрождают через северные доведники послушайте я к чему говорю это не то что идея эта идея мучила не только политика американцев и англичан очень беспокоит Романова поставили на этой идее крест вот что было причина какова причина вот интересно кстати вы знаете вот эти злата кипящие Таймыр вообще весь в золоте в каждом ручье в каждом болоте можно накопать золотом самородками представляете какие гигантские территории объединяла вот эта вот небольшая территория и когда Годунов послал туда отряд стрельцов там образовали вот этот именно город Мангазея этот город сегодня раскопали раскопали и доказали что он реально существовал все дворы раскопали 200 дворов там находилось церковь там склады там действительно богатейший город и представляете в смутное время какую он играл роль там смута на территории Руси удивляемся прозорливости Бориса Абдулова Бориса Абдулова и я про что и говорю он вот этот стратегический путь намечал именно объединение незаслуженно оболганного Романова да при том что еще и центральную Сибирь захватили и подчинили себе с помощью похода Ермака тут еще северные территории были практически это был колоссальная альтернатива объединение объединение Европы и Азии понимаете не там по шелковому пути тем более сейчас все подтаяло тогда еще было холодно а сейчас все растаяло вы знаете тут даже у Романовых я бы им в упрек это может быть не поставил дело в том что во времена смутного времени там обнаглели англичане а ну да они всегда имея свой флот великолепный они по следам наших поморов они туда проникли пытались они проникли туда они стали они чуть ли не со своим нахрапом там чуть ли не свои уже начали образовывать какие-то базы ну там такая была зимой там 70 градусов вы представляете какая битва там происходила и в 1619 году когда Филарет вернулся из плена он из Польши да он своему сыну малолетнему сказал давай-ка сынок пиши указ о прекращении вот этого не пускать туда не пускать северный путь закрыть совершенно для всех но она Мангазея еще существовала долго за счет подпиток вот этих со Средней Азии и так далее но там потом Романовы не дали такой вот поддержки как давал Годунов возможно они правильно сделали что закрыли для англичан действительно надо было прекращать кстати англичане после Елизаветы так и расплодили шпионы вот после ровесницы Ивана Городна они до сих пор не могут простить помните мы говорили там составление всяких чуть не брестко литовских хуней шпионы в католическом университете в Риме везде где они только могли они лезли во все дыры во все щели осведомители были кругом ну конечно англичане умели с помощью подкупа это делать и конечно во времена смутного времени все это было бесконтрольно и там конечно все это воровским путем как писалось потом в приказах что там воруют воевозы кстати во время смуты англичанам шведы противостояли они надеялись прибрать Новгород к рукам и они бились за этот северный путь это вот сейчас почему-то эту тему если бы наверное не шведы то англичане больше бы там на пакости я вам говорю вот эта упущенная страница нашей истории за северный путь бились и англичане и шведы и русские и все кому не лень и Михаил прекратил вот это вот все своим указом конечно они еще продолжали туда лезть но потом когда власть начала укрепляться и перекрыли а когда они своего короля Карлуса голову отрубили им сказали все пошли вообще отсюда англичанам и вот эту ненависть англичанам Карл Первый да и вот Людовику Шестнадцатому им перекрыли вообще все кромкость постарался то есть если вы туда идете вы значит идете уже нарываясь на наши заставы то есть с одной стороны не перекрыли а с другой стороны и себе перекрыли и вот это вот колоссальное стратегическое направление оно было закрыто для всех ну да Мангазея потом рухнула и там пожары там не суразиться среди воевод местных они там между собой передрались поделиться не могли и все и потом крали в ногу того и спалили вот такая история потом и вот эта вот Мангазея она осталась в легендах я вам скажу я даже на Алтае был ну есть же Василий Мангазейский и там есть святые которые Василий Мангазейский это ну просто паренек 20-летний который пострадал за неправду за правду но слово слово-то титул сохранился да ну как обычно у нас бывает вот как Борис и Глеб ничего такого особо не совершив да я знаю и они стали святыми так и Василий Мангазейский страстотерпцы его обвинили в краже пытали и запытали до смерти он ни в чем не признался и потом вдруг народ начал ему поклоняться и серьезно поклоняться как страстотерпцы пострадавшие это такая история именно Василий Мангазейский то есть Мангазея это реально существовавшее город город и целое направление стратегическое помните когда Ерман погиб он же пошел выручать какой-то Бухарский караван а куда шел Бухарский караван по Оби на север именно в те края так и есть так и есть так и есть северность за Уралью вот это вот соединение как назывался каменный пояс за Уралом вот это вот самая Лопфь она прямо она так интересна она же подмывает Уральские горы к Уралу подходит и там все смотри из железа и лес и пушнина а сейчас еще оказалось миллиарды кубометров газа и нефти откуда-то сейчас оттуда качаются что двигало в средние века торговля был путь из варяг в реки который захерел когда рыцари перекрыли и сделали доступным греческую территорию через Средиземное море с помощью крестовых походов и путь из варяг в реки захерел и рухнула полностью перевернулась история Руси нашей древней шведы уже могли своими путями плавать потом сделали великий шелковый путь который был налажен который был очень-очень тяжелый годами годами шли люди через такие опасности такие пустыни сейчас железную дорогу построят все будет нормально и был оказывается еще недолго существовавший но все-таки был это 16 век вторая половина 16 века это при В.Грозном начали освоение Борисе Годунове при Борисе Годунове и первая половина 17 века вот этот Мангазейский путь соединение через север поморскими путями со Средней Азией и Дальним Востоком представляете я вам начал говорить я был разговаривал со староверами на Алтае вплоть до революции туда через Енисей гоняли какие-то стада а вы думаете что просто так что ли Троцкий давал конфессии англичанам ну да концессии 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 извиняюсь да северные концессии англичанам Троцкий раздал если бы Сталин это не прекратил англичане они так и совались на эти северные территории они знали вот эти вот все проходы там будет хорошо так сейчас только они нам уже угрожают что северный не принадлежит нам этот северный морской путь как только власть чуть-чуть ослабляется они сразу на север им надо уцепиться не зря наши сейчас там базы кругом строят потому что они сразу там копошатся как клопы там это точно я еще так подумал вот этот вот проект соединения сибирских рек со Средней Азией не такой уж глупый был проект вот в свете вот этого в свете империи да в свете империи да точно каналы были бы интересными люди думали о будущем чтобы соединить вот именно вот эту империю мы же понимали что Средняя Азия это мы мы да теперь уже не мы а теперь уже не мы понимаете вот обрублено и напрочь сейчас стерто кто об этом думает неизвестно но вот такая вот стратегическое направление столетиями настраивалась стратегия вспомним опять хорошим словом Бориса Годонова опять хорошим словом насколько был прозорливый политик политик и мыслящий человек ну и патриаршествующий вдобавок ну да сейчас бы нас бы Константинополь бы вообще метрополии бы сделал я буквально в музее в нашем краеведческом купил великолепный учебник по истории Сибири автор Зуев вехи истории Сибири посмотрите вы посмотрите какая богатейшая информация все вот здесь есть иллюстрации документы вот основания и территориальные и народы и этнография и государственное устройство Сибири краеведение учебник я просто поразился для средних учебных заведений рекомендую то там понимаете учебное пособие для старших классов общеобразовательных учреждений да 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 для краеведения прекрасная книга прекрасная книга просто прекрасная и очень хорошо написан материал доступен да вот это новосибирский в Акатемгородке было издано ну наверное издание не такое древнее думаю да нет сейчас посмотрим какой год 99-й правда еще уже много лет прошло ну наверное переиздания какие-то были но книжка действительно удивительная просто великолепная мы в наших беседах по истории русско-православной церкви конечно еще не раз коснемся истории Сибири да но теперь мы базу для наших бесед подвели и будем ее честно касаться и основываться на своих в зависимости от российской истории да в зависимости от российской истории спасибо вам за свидание спасибо вам большое тоже удивительная книга и вдобавок еще и такие исторические вехи про северный шелковый путь полярный вполне могло быть тем более сейчас это очень злободневно и будет и будет чем больше таять будет лед тем больше будут плавать и чем больше таять будет неведение ну да о своей истории а у нас вообще может быть кто-то специально что-то скрывает это все делается специально дело в том что обезьянки должны быть меньше вопросов да быть приучены и задавать меньше вопросов только делать то что не прикажется да работать на господина а если они слишком умные это опасно ну да это вам тоже еще спасибо всего доброго всяческих всяческих добрых пожеланий до свидания не забудем не забудем Продолжение следует...